Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами брюки скини для плюс сайз. Я использую шаблон, зовут ее Адель. Это девушка плюс сайз модельных пропорций, потому что тонкая талия, красивая грудь и бедра пышные. 7,5 голов в росте с учетом каблука. Мы предполагаем, что наша девушка стоит на каблуке, а при том достаточно высоком, чтобы получить такую пропорцию. Итак, у нас с вами есть шаблон, его можно скачать по ссылочке, которую я дам под этим видео. Там у нас есть другие шаблоны с другими шаблонами фигур, так что используйте. А этот слой я блокирую и буду рисовать брючки с высокой талии. Приближаю, соответственно, мою прекрасную девушку. Беру инструмент пером, проверяю, что он будет у меня рисовать черным контуром с толщиной 1. Итак, начинаем мы рисовать с вами, соответственно, от талии и пояс. Так, вот у меня пояс. Пролегание будет не стопроцентное, понятное дело. И поскольку у нас девушка с формами, мы будем эту форму и рисовать. Это тоже все очень красиво, смотрите, и ножка, и все. Так, вот здесь. Почему я сразу говорила, что мы будем рисовать скини? Потому что здесь будет по ножке, а вот здесь будет присборено. Так, сборочку обязательно, чтобы она не такая была грубая. Вот так мы выражаем. Потом у нас экран. И вот сюда вниз уходит. Тоже толщина, которая будет по низу, мы можем отрегулировать. То есть мы можем чуть-чуть пошире сделать, уже вот здесь на игру дать облегание. Практически всегда есть вот такие штучки, а именно замятости. Если вы посмотрите на фотографии, можете даже свои, можете в журналах, они будут практически всегда. Надо только их сделать, но так не нарочито. Так, наши с вами бедрышки. Красивую линию бедра. Вот это как говорят, что немножечко все-таки обманчив тот плюс сайз, который нам рекомендуют. И действительно, если мы посмотрим на одну из самых известных моделей плюс сайз Эшли Грэм, то видно, что ее фигура песочной часы, как в данном случае мой эскиз. Но на самом деле достаточно большая редкость. И так же редко встречается, как и то, что я рисую. А в основном плюс сайз не имеет худой талии. Там, как правило, это либо фигура яблочко, когда по талии большие жировые отложения, либо когда это груша и попа прям очень большая, но сверху там тоже все не очень здорово. Либо бывает наоборот, когда перевернутый треугольник, очень большая грудь и маленькие бедра. И вот с такими фигурами, конечно, сложно работать. Но я выбрала эту фигуру для красивой иллюстрации, для демонстрации, поэтому я думаю, что вы не простите, что я рисую плюс сайз модельный. Но есть у нас и не модельный, мы с ним тоже работаем. Это тоже важная часть. Так, это мы нарисовали. Теперь давайте сразу я это отзеркалю, чтобы у меня было две половинки. Это я так маленькую лирику сделала, потому что это важно. Важно понимать, что модельный плюс сайз и реальный плюс сайз все равно разные. Вот так они у нас отзеркалились. Сливать мы не будем. Здесь у нас с вами будет пояс находить, соответственно, на переднем плане. И можно сразу дать белую заливочку. Вот смотрите, что у нас получилось. Здесь сейчас добавим немножко теней, кармашков, и все у нас будет красиво. Так, нарисуем пуговку. Заранее я пуговку никакую не заготовила, поэтому будет у нас просто металлическая пуговка. Вы можете с ней сделать то, что вы считаете нужным, и провести ее того вида в любом виде. Пуговка. Так, что у нас там еще под пуговкой? Естественно, у нас там будет молния. Молния. Именно вот такая штучка. Это будет просто не объект, это будет линия, поэтому заливка мне тут не нужна. Так, дополнительно у меня будут карманы. Карманы можно нарисовать объектом, можно нарисовать линии, в зависимости от того, что вы хотите. Я сейчас нарисовала их линии. Часто можно рисовать их объектами, потому что внутри будет немножко другой оттенок, и даже здорово. Так, соответственно, по этой линии будет отстрочка. Двойная. Одна линия. Так, отстрочка у меня будет, естественно, более тонкая. Пунктирная. Я когда только начинала рисовать в индустраторе, я не знала, где находится в пункте. Я так с ним мучилась. Потом я его для себя открыла. Кстати, это потом было через несколько лет, так что пользуйтесь. То, что я вам показываю, где это, для меня это было... У меня было стрелки, я никак их не могла найти. Ну, в общем, сейчас уже я просто эти инструменты наработала. Тогда это было прям висущим кошмаром, откровенно говоря. Вот. Так. Этот же карман мы сейчас перезеркали. Так. Опа. Мы, кстати, задавали вопрос такой, типа, можно научиться по вашему YouTube? Конечно, можно, но я YouTube больше воспринимаю, как такой набор мастер-классов. То есть я же здесь не рассказываю, вот смотрите, это перо. Перо рисует вот так. Это инструмент зеркальное отражение. Ну, я показываю, конечно, как я им работаю, да, рассказываю, какие-то оптики я там зажимаю. Ну, все. Но я больше показываю, как мастер-класс... А, можно сделать вот так. А можно нарисовать вот так. А можно нарисовать вот так. И считаю, что это правильно, потому что если человек владеет уже вилстратором, он подсмотрит, что-то для себя заберет. А если он не владеет, то надо идти учиться с нуля. Это, знаете, как вот вождение, да, например, вы не умеете водить. Вы идете, учитесь с нуля, а потом уже идете там на курсы экстремального вождения, чтобы вам там какой-то занос показали. Потом сразу на занос пришли, да, а как бы как сцепление выжить, мы не помним. Поэтому... Точнее, даже не то, что не помним, а не знаем. Поэтому сначала основу, а потом вот это уже все красоту. Так, пятый кармашек. Его еще иногда называют coin pocket, иногда его называют clock point. По-разному. Истории разнятся. Для чего этот кармашек? Кто-то говорит, что для монетки, а кто-то говорит, что для денежек. Что-то я не нашла единого мнения по этому вопросу. Поэтому можете использовать любой вариант. Но может и не быть. Кстати, это не обязательно опция совершенно. Но мне почему-то нравится, когда он здесь на брючках. Опять же, не обязательно. Смотрите, как вот у нас прям такая девушка получается. Прям такие джинсики на ней классные. А вот здесь я, конечно же, хочу добавить усики. Что такое усики? Усики это вот здесь такие вот складочки. Их иногда вот так рисуют, иногда туда. Почему и зачем? Мы когда садимся, у нас в это место сгибается. И сейчас модно даже продавать джинсы, которые уже с усиками. Или они у вас появятся во время носки. В этом даже есть своя такая шармель, как говорится. Шарм какой-то. Можно их рисовать просто складочками. Можно их рисовать тенями. Это в зависимости от вашего художественного воплощения. Ну и давайте мы по одной стороне дадим тень. Вроде как солнышко оттуда. Вот так. Чтобы сейчас не переморачиваться. Ой-ой-ой. Как неприятно. Сейчас переделаем. Зацепилась сюда пояс. Вот это очень плохо. Надо, чтобы он был неактивным. Вот чтобы не прям не переморачиваться, я сейчас вот так вот объемно это нарисую. Вот здесь вот так. Вот так. Сейчас сначала нарисую. Если вы первый раз видите, вам будет непонятно. А если вы не первый раз видите, вы сейчас все поймете. Я потом отрежу лишнее. Вот здесь по внутренней стороне. Вот так. Вот. Теперь беру вот это все. И сдвигаю в сторону с шифтом. Отсюда удаляю. Шифтом и альтом. Альт, чтобы скопировалось. Обработка контуров. И разрезать. Разрезаю все. Разгруппировалось. Разгруппировать. Это удаляю. Это удаляю. Это удаляю. И это тоже удаляю. Вот у меня две штучки получилось. Мне на них нужен только цвет заливки. Я их назад. Бульк. Вот они мне встали ровно на места. И непрозрачность, конечно же. Мы на них правим. Ну, здесь вот на кармалочке. Вот здесь будут тенюшки. Уже можно поиграться в зависимости от степени, которую вы хотите перебрать. А, вот что я забыла. Шлевки. Шлевочки. Сейчас мы нарисуем тень. И положим туда шлевки. Так, вот она тень. Ну, зачем-то соединилась. Это так не здорово с твоей стороны. Что-то соединилось. Я бы не хотела, чтобы ни с кем соединялась. Хотела, чтобы было тенью. Поэтому иногда удобнее рисовать на отдельном слое, чтобы ничего не цеплять никуда. Блокировать все личное. Что начинают цеплять другие объекты. Думаю, что вдруг нам тоже надо, а нам не надо. Так, шлевки. Шлевки, шлевки, шлевки. Можно нарисовать их прям по ремоугольничкам. Вот так вот. Опа. Сделать ее заливку белую. Базовую, смотрите, заливка. Черно-белая. Вот прям удобно. Туда хлоп. И нам нужно еще по шлевкам. Что у нас идут обычно? От строчки. Соответственно, от строчки вот такие, пожалуйста. И сюда вторую. Раз, два, три. И сюда тоже ставим. Вот такие у нас с вами шлевочки. Ну, в целом брючки готовы. Осталось только сделать их в цвете. А поскольку я хочу, чтобы они были черные, мне придется сейчас с ними тоже немножко повозиться. Почему? Потому что сейчас не будет видно контура. Давайте покажу. Теперь мы выбираем нашу девочку и наши брючки. И говорят, модель. На ней все хорошо смотрится. Что не нарисуй. Так. Блокируем там, где у нас это. И смотрите, если я сейчас все это удовольствие выберу, залью черным цветом, то получу черное пятно. Что можно сделать? Можно взять и сделать цвет контуры серым. Тогда у меня там все прорисуется. Тени не будет видно. На черном фоне тени мы сделаем с вами тоже серыми. Они, конечно, не будут смотреться так, как полноценные тени, но все равно они нам будут давать некоторую игру цвета. Вот что у нас получилось. Единственное, у нас здесь была пуговка, залитая градиентом. И вот тут она была. Тут еще у нас были с вами залитые градиентом шлепочки. Вот это нам не утонуло. Давайте мы вытащим на передний план. И шлепочки. Вон они. Кружочки вот эти, которые обозначают клепочки. Я хочу, чтобы они тоже были на переднем плане. И с заливочкой. Градиентом. Притом градиент можно сделать, например, радиальным. Вот такая красота у нас с вами получилась. Давайте мы еще это сгруппируем. Будет вообще красиво. Ну, естественно, можно залить другими цветами. Но у меня сегодня настроение только на один цвет. И сейчас я вам хочу показать, если вы смотрели предыдущее видео, мы с вами уже отрисовали джемпер. И мы уже отрисовали такую теплую, красивую шубку. Ну, дубленочку искусственную. Мы их сейчас с вами все вместе соберем. Если вы еще не посмотрели, посмотрите, они в этом же плависте. Так. Что я сделаю? Я возьму мою девушку. Цепляются буковки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Копирую мою девчушку. Вот так. Буду собирать в этом же документе, но можно и скопировать в другой. Скопирую, соответственно, мой джемперочек. Вот он, смотрите, идеально на нее одевается. Почему? Ну, потому что они нарисованы одинаково. Так, вот давайте мы вот так сместим, покажем, что это вот у нас, смотрите, джемпер. Это у нас красивые брючки. Вот так. Как отдельно капсулы, да, показывают, собирают когда стилисты. И вот у нас с вами еще есть пальто. Что тут у нас сейчас с вами вылезет? Какая проблема? Как это все совместить? Да легко это все совместить. Смотрите, мы сейчас вот так сверху это бульк. Ой-ой-ой, да, ничего не понятно. Мы можем с вами одну половинку убрать, тогда будет понятно. А именно. Начинаем понемножку удалять. Ну, вот смотрите, например, у нас с вами проступила горловина, да? Теперь мы уберем воротник, уберем вот эту часть, вот эту часть, вот эту, вот эту, вот эту. Инструментом Direct Selection все делаем. Это тоже лишнее, и это тоже лишнее. А вот, можем вот эту еще линию немножечко откорректировать, чтобы она нас так не раздражала. Все равно раздражает. Пойдет с точки добавлять. Когда вот так вот оно светится, иногда лучше сделать так, так, а вот этот удалить. Вот. Вот назад пойдет. Вот, смотрите, мы с вами поработали и поиграли в стилистов. Тепло одетая девушка и сверху на нить дубленочка. Соответственно, можно это как-то оформить монтажной областью. Цветно-серым смотрелось интереснее, да? Есть такой маленький приемчик интересный. Можно вот эти все эскизы так взять. Сейчас из инструмента обработка контуров окно. Обработка контуров. Все это слить, слить, слить и сделать это все единым цветом. Вернуть на место. Чуть-чуть сместить. Монтаж на задний план. Ну, это уже я кудесничаю, да? Эффект размытие. Умное размы... Нет. Размытие по гауссу. Эффект размытие. Умное будет соседние пикселы. Так вот, давайте там снимем. Вот так вот, немножко темнюшечки. Немножечко полупрозрачности. Ну, посмотрите, какая красота. Вполне это все можно показать. А! Забыли, смотрите, кусман. Забыли. Ой-яй-яй. Ну, чем не красота? И сразу все в пропорциях, и сразу все видно. Понятно, какие изделия и куда это, что применяется. А вот такие лайфхаки я вам сегодня показала. Вот так можно с этим работать. И почему так здорово рисовать на нашей фигуре? Смотрите, какие сразу у нас пропорции, все видно. На этом все. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить уведомления, колокольчики, чтобы не пропустить новые выпуски. Каждый вторник мы рисуем эскизы. А также пишите в комментариях, что вам еще показать, что вам еще интересно. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.